Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. И с вами сегодня я хотел бы порассуждать, поразмыслить на такую тему, как поиски кого или чего. Конечно же, ежедневно мы сталкиваемся, взрослые люди, с поисками. Мы ищем хорошие работы, хорошие заработные платы. Мы ищем новые, может быть, удобные туфли, кроссовки для фитнеса. Мы ищем чистого воздуха. Мы, может быть, ищем дистиллятора, который производит чистую воду. Мы также ищем экологически чистых продуктов. Мы ищем счастье. Некоторые люди ищут еще и удачу, забывая о том, что удача – это раньше был Бог, которому поклонялись и приносили в жертву даже своих детей. И есть поиски духовного, есть поиски материального, физического. И вся жизнь телесная человека уходит на поиски. И большинство людей, когда естественным образом оканчивают свою жизнь в старости, они говорят о том, что они не нашли того, что искали. То, что было важно для них, оно не было найдено, оно не было использовано. Этим наслаждались, может быть, но только мало. И это все происходит. Но, когда поиски людей ведут в неверном направлении, то мне вспоминается анекдот на эту тему. Ночью пьяный человек ищет под фоторем что-то, и полицейский подходит к нему и спрашивает, что вы ищете? Он говорит, ключи от дома. А где вы их потеряли? Спрашивает полицейский, чтобы помочь ему в этих поисках. И пьяный показывает, вон там. Так и многие люди. И я наверняка среди них. Мы ищем чего-то второстепенного, а не ищем того, что главное. И поэтому Бог, Иисус Христос, Он нам говорит в Нагорной проповеди о том, чтобы мы искали, и тогда мы найдем. Стучали, и нам тогда творят. Но вы знаете, когда люди ищут не того, что им надо, или не у того, у кого надо, спрашивают, то враг тоже приходит. И он помогает в решении того вопроса, который сегодня, по мнению человека или семьи, самое главное. Но затем, взамен этого, он заберет более ценного. Потому что он шулер. Он обманывает, как шулерный карточный игрок. Он вначале подается, и вы выигрываете, скажем, условно 100 долларов, а потом вы проигрываете миллион. То же самое происходит в духовном мире. Враг работает через своих служителей, через невидимых слуг, бесов, демонов. И его задача одна. Обольстить вас, обмануть вас, усыпить вас. И потом забрать все ценное, что у вас есть, включая самое бесценное. Это ваша душа. И, к сожалению, это все происходит. И поэтому, разделяя вечное и временное, больше нужно заботиться и думать о вечном. Потому что временное удержать невозможно. И то, что не принадлежит человеку, а представляете, человеку даже не принадлежит полное время. Иногда люди не проживают своего возраста полностью. И они сокращают этот возраст за счет неправильного хождения перед Богом и отсутствия Божьей защиты, милости. И за счет того, что они сами целенаправленно разрушают свою жизнь. Путем приема лекарств, транквилизаторов, наркотиков, алкоголя, табакокурения, ствернословия, блудодеяния и много чего еще другого. Поэтому, рассуждая о поисках, кого или чего необходимо выделять золото от песка, ценное от второстепенного, вечное от временного. Что думаете вы на эту тему? Желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok